Красивое лето в библиотеке. Так называется проект, который уже третий год реализует Латгальская центральная библиотека и ее филиалы. Цель очень простая – увлечь школьников чтением. Ведь не всем так везет, как маленькой Лайме Козловской, которой дома все взрослые читают на ночь книги. Мама, папа и бабушка. А какие сказки тебе читают? Ну, разные. Бабушка Лаймы Людмила Козловская убеждена, что никакие телепередачи и интернет не заменят книг. Во-первых, чтобы ее языком владеть хорошо, чтобы учиться полегче было, соображение будет получше, если больше знает, больше героев знает. Вот, для развития все-таки, для общего развития. А пока мы беседуем, шестилетняя Лайма уже в нетерпении раскрыла новый номер журнала «Приветик». Увы, многие дети не могут вспомнить, когда последний раз им читали сказку на ночь. Этот пробел воспитания стараются восполнить работники библиотеки, которые для ребят придумали путешествие с притисиса по сказкам народов мира. Каждое мероприятие посвящено определенной стране, определенному автору. Сегодня мероприятие посвящено России, и мы выбрали Пушкина, так как ему в этом 6 июня было 215 лет, и выбрали именно сказки. Дети играют и вспоминают героев любимых сказок, а кто-то впервые открывает для себя этот волшебный мир книг, где никогда не бывает скучно. Тем, кто любит читать, доверена более сложная роль. Летом детское жюри ставит оценки книгам, изданным в Латвии. Я уже второй год участвую в детской жюри, я уже прочитала очень много книг, и понравилась мне больше всего Яню Денасграмотес, потому что она была очень интересная и познавательная. Проект «Красивое лето в библиотеке» продлится до конца каникул. Самые активные участники получат призы. Из те до одного – умение в любое время найти чудесного и умного друга. Для этого надо лишь открыть хорошую книгу. В этом проекте дети за лето читают книжки, которые издаются за последнее время в Латвии. Почти самые новенькие книжки. Они имеют право участвовать в этом проекте в любом возрасте с пяти лет. Кто-то только учится читать, а кто-то уже сам занимается творчеством и готов поделиться своими стихами и эссе на разные темы. Знаете ли вы о литературном журнале, который издает библиотека? Мы стараемся примерно раз в два года издать такие небольшие сборнички наших творческих работ. Вот в данном случае я держу последний наш сборничек. Он посвящен десятилетию библиотеки. А у вас выдалось прекрасное лето? Если нет, его можно скрасить в библиотеке, по примеру наших детей.